На сколько она не держит? Да, заблинь, в конце концов. Владимир Алексеевич? Да. Со взгляда вас беспокоит, Бахтеев Рамель. Удобно, минуту? Владимир Алексеевич, вчера к нашей редакции обратились жители Кировского района в микрорайоне Рубин. Которые проживают. Обратили внимание на вырубку? Я отправил, обратили, но это поздно, мне тоже звонили. Утром сегодня отправил, туда люди разбирают сейчас, есть ли разрешение, кто рубил и так далее. Утром я проезжал, действительно, страны высокие, срубленные, лежат деревья. Но никого нет, не с кем общаться. Поэтому днем, вот сейчас я туда отправлю, мы разрешение не давали на это дело. Администрация имею в виду, кто там рубил. Но вообще участок рубина этому принадлежит. Вот весь этот зеленый зон, он принадлежит зданию, вот этот рубин, который строится. Не сквер, где там фонтаны, а где здание, знаете, где там. Да, да, да. Ну, там собственник, хозяин есть. У всего сквера есть частный собственный? Нет, не у всего. Именно половина сквера. Площадки детские, это мы хозяин. Я понял, понял. А вот дальше, от фонтана и сюда, в сторону аэропорта, где само здание, вокруг, вот там ремонт этот идет. Оно им принадлежит, участок весь, включая зеленую зону. В том числе, да, где были спилены деревья. Да, да. А вот с тюриками... Ну, брали они разрешение, не брали, я пока сейчас не могу ответить. Это надо... комиссия в городе. Будем выяснять сейчас все. А вообще имеют право, даже если ты их участок, но территорию общего пользования спилил дерево без разрешения? Ну, вот, грубо говоря, я у себя во дворе... Мы сейчас узнаем, разрешение они брали, вот в этой комиссии по зеленым насаждениям. Она городская. Сегодня я вот отправлю все эти, выясню все моменты. Как они? Сама в Гольную рубль. А может, у них все законно, там, разрешение получат. Ну, может, тогда вам набрать попозже, когда результаты будут? Да, это к обеду, там, после обеда. Хорошо, спасибо большое, вам все это может. До свидания.